Беда пришла, откуда не ждали. Оказывается, в Германии действует ягодная мафия. Вы можете представить? Это новый вид мафии. Обчищают все поля. Даже во время футбола, где играла сборная Германии, вот в это время обчистили целую ферму и украли неспелую вишню на сумму 4 тысячи евро. Это вообще жесть. Вот они нашли правильное время, когда можно воровать. Картошку выкопали на сумму 10 тысяч евро. То есть полностью поля, за ночь, пока фермеры спали, обчистили. Короче, мафия действует жестко во время футбола или даже ночью, пока люди спят и не могут сторожить свои поля. Так что новый вид мафии, он уже в Германии действует. И весь мир начнет дать счет. Раз, и светит солнце, два, и светит солнце, три, и небесный свет приходит вдали. Так, и светит солнце, три, и небесный свет приходит вдали. Андрей, давайте посмотрим на очередь, где люди стоят в Тафель. Это организация, которая помогает бездомным и малоимущим людям дают продукты питания. И вот как раз очередь, я так посмотрел в замедленном виде. И я вам скажу, что эта очередь стала моложе. Ежу по этой улице практически каждый день и вижу эту очередь из года в год. Она меняется, бывает больше, бывает меньше. И я заметил, что раньше стояли старики бездомные. Как можно определить, что люди бездомные? У них много собак, потому что за своих собак они получают от города еще деньги. Плюс у них тележки бывают с вещами. И вот они стоят все вот со своими пожитками тоже в этой толпе. Старики. Старики, да. Старики с тросточкой, бывает с коляской. Их тоже я часто видел. Сейчас же, я смотрю, молодые стоят, мужики, женщины. А где старики? Куда они делись? А бездомные, их что, меньше стало? Да нет, они были, их еще больше стало. Почему же я их не вижу? Или в Германии стало лучше жить? Ответьте мне. Вот реально я езжу и эту ситуацию я вижу каждую неделю. У меня вот такой вопрос, куда они делись? Все те люди, которые раньше стояли и нуждались в помощи. Почему сейчас одни молодые? Или их вытеснили? Или там может какая-то группировка работает? Короче, много вопросов, но ответов нет. Обычный день в Германии. Пока я разгружал в тупике камни, ребята работают. Приехала машина, поставил курьер-машину Амазон прямо перед моей машиной. И я ему говорю, ты можешь метр проехать до гаражей, чтобы я мог выехать? Нет! Я вас не понимаю. А как курьер посылки разносит, если он меня по-немецки не понимает? Я вообще не понимаю. Как курьеры работают без языка? Ну, все-таки надо хоть какие-то навыки иметь языковых, чтобы говорить. Я даже не знаю, что сказать на это, потому что мы стоим вот так. Глаза и по-немецки, и по-английски. Ну, никак не понимают. Надо спросить. А как спросить? На каком языке спросить? Откуда человек приехал, чтобы узнать? Это вообще жесть, ребята. Я спрашиваю, откуда ты? Короче, девушка с Эквадором. Ну, в телефоне, там видно адрес на своем набрала. Я говорю, проедь 2 метра. Я ей показываю, просто руками говорю уже. Я понимаю, что она не понимает. Я ей показываю. 2 метра вперед до гаражей. Проедь. Головой машет некогда. Посылки надо разносить. Схватила 2 посылки, побежала. Прибежала обратно. Я говорю, мне выехать надо. Еще одну посылку схватила. Подожди, показывай руками. Вот еще ее отнесу и поеду потом. Пришлось мне ждать. Вот, пока она все посылки разнесла. И вот она выехала. И потом только я смог выехать. Короче, вы поняли, да? Кто работает сейчас в Германии? Курьеры. Это люди приезжают без немецкого. По-английски. Совсем чуть-чуть. Но, видно, у нее онлайн-переводчик есть или карта, что она знает, куда ехать. А насчет прав я не знаю. Может быть, она еще по эквадорским правам ездит. Ну, короче, вот такие у нас сейчас работают курьеры в Германии. Так что, да. И девушка, ребята. А там посылки, я внутри видел, стоят там. Мама, не горюй. Целые картоны, вот, как из-под телевизора. Неужели это так все плохо в Германии, что уж с Эквадора люди приезжают, работают? Напишите свои комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!